Чтобы насинья доброй матери, не нужно поспешать. Сан Санич, антистресс для родной страны. Лайк обязательно, подписывайтесь, будет весело. И начнем выпуск с шокирующего видео пропагандиста Соловьева в молодости. Мы не колесики общепролетарского дела, поэтому фраза, что хозяин сказал, журналист прыгнул, это к Тверской. Да-да, похоже, будто бы это кадры из будущего, где недо-журналист пухнет от роскошной жизни. Этому видео более 20 лет, и, кстати, судя по тому, что говорит молодой Соловьев, ФСБ тогда ему методичку еще не выдало. Но вы не подумайте, что пропагандист похудел от диеты или занятия спортом. Он просто преклоняется перед своим царем 300 раз на день, а когда ляпнет лишнего, то еще один подход. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Жители венкийского села Усть-Нюкша в Амурской области вынуждены ходить за водой к реке из-за поломки водовозки. Вот так вот у нас в селе Усть-Нюкша набирает воду, так как водовозка у нас сломалась месяц назад. Во все организации, в школу, детский сад, в интернат, где живут дети оленеводов. А что не так? Ведь вдали от НАТО, из чисто русской реки и при царе Путине, значит, все хорошо. Довольно обманывать самих себя. Но на месте жителей я бы не стал выкладывать видео в соцсети, а то завтра им посчитают налог на доставку воды по реке. А что прятать это? Или вообще оштрафуют за незаконный отбор из реки. Ну это что? Да, согласен, Амурская область далеко, и московской власти сложно уследить за столь суровыми восточными регионами. Но ничего, есть проблемы и поближе к Белокаменной. Сегодня в Воронеже выпала половина месячной нормы осадков. И пока все жаловались на пробки и лужи, жильцы этого дома радовались. Еще во вторник из-за ремонта водопровода здесь отключили холодную воду. И вот два дня жители скупают ее в ближайшем магазине. Там она, кстати, уже на исходе. И тут такой подарок судьбы – ливень. Вот так вот и набираем кружечкой ведро, потому что смывать как-то надо. Подарок судьбы – ливень. Думаю, мэр Воронежа вышел и сказал, друзья, это вам подарок сейчас. Но будто бы наперед на Новый год и Рождество. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Жители Воронежа, вы не отчаивайтесь, скоро все изменится. Нет, не власть все поменяет, а зима придет и снег выпадет. Видите, Сашка делом занят, снег топит. Здесь, короче, ребят, один человек вот из деревни, где Сашка живет, провел себе воду 100 тысяч в квадрате. Она у него и то горькая. Он себе все равно возит с роды воду. Поэтому вот здесь, в этой деревне, все на дождевой воде сидят. Или снег топит. Вот так вот, как Сашка. Но там, гляди, весна и снова дожди пойдут. В тему улучшений в России и о ее поднятии с колен. Скоро выборы. И на улицах уже активно проводят опросы. Скажите, вы знаете, когда пройдут выборы президента Российской Федерации? Ну, это Путина. Ну, президента. Ну, я не знаю, я не в 24-м, в 25-м, по-моему. А в марте идет? В марте 24-го, да. Выборы Путина. Пора им уже изменить на уровне закона названия. Зачем вводить людей в заблуждение? Лопы не должны знать, что у них есть выбор. Пожалуйста, если бы у вас был выбор среди всех известных вам людей, за кого бы вы проголосовали? За Путина они законают. Никаких нам не надо. За кого бы вы сейчас проголосовали? За Путина. Почему именно за него? Да потому что он нормально руководитель. За кого бы вы проголосовали? За Путина. Почему именно за него? Отношенствами хорошо. Всегда голосую за Путина и дальше будут за Путина. А почему я всегда за него? Потому что это лучший президент, который только единственный. У него нет конкурентов на данный момент. Как видим, путинизм очень серьезная и хроническая болезнь. Поэтому всех зараженных нужно срочно изолировать. Ну да, а как иначе? Ведь Путин действительно лучше. Вы только посмотрите. Обещал не менять конституцию? Поменял. Обещал не повышать пенсионный возраст? Повысил. Обещал вытащить россиян из трущоб? Не вытащил. Обещал снизить уровень бедности? Не снизил. Единственное обещание, которое выполнил Путин, это сошел с ума, будучи президентом много лет. Да слушайте, вы все преувеличиваете. Как тут не согласиться с ответами граждан РФ? Действительно лучше. Лучший во вранье. И снова скандалы за цветов украинского флага. На этот раз в оккупированном Крыму. И за трубочек в коктейле. Я Осипова Ексерина Сергеевна. Родилась в Севастополе и всю жизнь прожила тут. Хочу принести свои извинения за публикации в Инстаграм. Фотографии в желто-голубых цветах. Они были сделаны мной давно и на эмоциях. Я россиянка, полностью уважаю и поддерживаю страну, в которой я живу. Так что всем, у кого голубые глаза, пора подготовить речь для извинения. То вдруг по глупости одените желтую майку или кепку. Потому что это основа, это, так сказать, база. Самое интересное, что на героиню видео настучал участник одного из телеграм-каналов Крыма. После того, как увидел фото в Инстаграм. Девочки, я в шоке. Только вот доносчик не учел того, что он сам сидел в запрещенной в РФ соцсети. А значит, скоро будет сидеть во всегда открытой для стукачей камере. ФСБ не благодарите за наводку. Во временно оккупированном Донбассе вопросы решают иначе. Предателя Украины избили за российский флаг. В драках ему даже приходится отстаивать российский флаг на шевроне-куртке, который ему подарили наши военные. В счастье. Я вышел вечером гулять. А там патриоты Украины до меня, ну, домогались, домогались. Ну, мы с ним побились как-то. Сына? Ну, так, нормально. Суть по тому, как плохо разговаривает этот парень, то они просто нормально помахались, а сразу с направлением на МРТ челюсти. Хотя, скорее всего, он так разговаривает не из-за драки, а он просто не особо блещет умом, ведь одевать флаг России здравомыслящий человек не будет. Совершенно очевидная вещь для меня точно. Если прислушаться, то драки, возможно, и вовсе не было. Ну, домогались, домогались. Фейк. Как бы там ни было, наказание вступило в силу мгновенно. Другие журналисты, извините, пропагандисты, ценово приняли эликсир храбрости или каких-то запрещенных препаратов и порассуждали, как будет развиваться война. Украина постоянно говорит о том, что если она не победит, то есть не вернет территории, то Россия, отдохнув или не отдохнув, продолжит агрессию. У меня вопрос ко всем здравомыслящим людям, в том числе и к этим, если там они остались. А что помешает России, отдохнув два года, начать с тех границ, которые были? Это вопрос риторический. Суть потому, что герой-видео сытин, сидит в очках, то, скорее всего, он перешел на что-то сильнее, чем алкоголь и просто скрывает свои зрачки. Ну давайте откровенно, он говорит об отдыхе, а сам выглядит так, как будто бы вообще никогда в жизни не напрягался. Отдохнув два года... Максимум ради чего он напрягается, то это удержать себя от куска пирога. Скажите этому специалисту, что для того, чтобы пополнить войска, нужно хотя бы лет десять. Пока следующее поколение подрастет, то это уже заканчивается. Ну ничего страшного. Хотя в теплой студии, в дорогом костюме, ему виднее, как нужно вести войну. Спасибо, что смотрели Ньюс 200. Напишите комментарий, поставьте лайк этому видео, это очень нам поможет.